Продолжение следует... Это о том, какой личностью был Евгений Михайлович и как эта личность проявлялась в общении с нормальными людьми. Впрочем, начиная с самых высоких, высокого начальства, членов учебного совета и до вахтера института. И основное это все на личных встречах, из которых я каждый раз увлекал определенный урок, поэтому так называется. И мне кажется, что это интересно, потому что это действительно пример постоянно проявляющейся личности и характера, который мог бы быть подарком любому. Ну, поскольку это все основано на личном общении, то мне придется все время говорить «я-я». Это не про меня, это про Евгений Михайлович. Но сначала я должен ругаться. Чтобы вспомнить какие-то даты, я залез в Википедию недавно, статью про Кресса. И вот смотрите, что там написано. В 1933 году в пользу закрытия Муромской станции он перешел на Севастопольскую биологическую станцию. И умер в 1985 году. Между этими двумя датами не было ничего. Не было Колымы, не было войны, не было глубоководных погружений, не было курросветок на Витязи. И нас с вами тоже не было. Института эволюционной физиологии не было. 52 года жизни исчезли из Википедии. Я думаю, что установить, какая паскуда это сделала, невозможно. Но институт имеет полную возможность восстановить этот кусок. У нас есть те, кто умеет править Википедию, и есть хороший материал. Например, статья Юрия Викторовича Наточина и Евгения Викторовича Розенгарта. Вестники Академии наук. Там, в общем, все, что надо есть. Это просто я не представляю, как это могло произойти. Ну, раз компьютерный сбой. Ну вот, а теперь уже к урокам Крепса и встречи. Первая встреча у меня была с Евгением Михайловичем все до того, как я начал работать в институте. Я оканчивал ЛЭТИ, и по распределению у меня был выбор либо завод Светлана, либо ЕФ. И завод Светлана был гораздо ближе, но очень скоро потерял, вот как-то в этот момент как раз распределение потерял привлекательность. А в ЕФ и была зарплата существенно выше, и была обещана работа по космическим исследованиям. Ну, а кто тогда не мечтал меньше, чем через год после полета Гагарина, кто-то не мечтал заняться космическими исследованиями. Я пришел для знакомства в институт. Яков Абрамович Винников, будущий мой заведующий лабораторией, привел меня к Евгению Михайловичу Крепсу. И оказалось, что выглядит все не совсем так, как было обещано предварительно. О космических исследовательных речи не было, а нужно мне было заниматься обслуживанием электронного микроскопа. Но я выразил неудовольствие и получил первый урок от Крепса. Он сказал, поверьте мне, работать надо там, где вы нужны. А космические исследования, ну, это вас, наверное, не обойдет в любом случае. Меня не убедило, но привередничество уже было поздно. Я начал работать с электронным микроскопом. Оказалось, Евгений Михайлович был прав. В следующие 15 лет у меня так или иначе были связаны, в том числе с космическими исследованиями. И, кроме того, потом я узнал, что Евгений Михайлович хорошо знал, что он говорил, работать надо там, где вы нужны. Он только что сам, вот год назад до того, сам испытал это. Когда его сняли с рейса по тропическому Индийскому океану и прислали в Ленинград разберять змеюшник, которым в то время был институт эволюционной физиологии. И у него тоже вышло 15 лет вот на эту работу. Он работал там, и он был нужен, и делал это совершенно замечательно. Следующий урок, в общем, был очень скоро. Как инженером меня назначили начальником связи гражданской обороны. Из ЛАХУ пришло распоряжение прибыть на какое-то не то учение, не то совещание. И я проигнорировал, не пошел. То ли не хотелось, то ли все. На следующий день меня вызвал Евгений Михайлович. Я работал месяца два, был вот только-только принятый инженер. Меня вызвал Евгений Михайлович. И сделал довольно такое серьезное, но в вежливой форме, внушение. Он сказал, приказы надо исполнять. Если вы не исполняете приказы, будьте готовы тогда отвечать за это самому, а не перекладывать ответственность на других. Не выполнили приказы вы, а выговор делали мне, сказал он. Это непорядочно. Урок был такой очень к месту. И, в общем, запомнился мне на долгое время. Ну, до последнего времени. Еще пока помню. А главное, это было совершенно необычно. На меня провело впечатление. По контрасту с тем, что было до того у меня в Лути. Я работал лаборантом на кафедре. И наш завкафедрой не был академиком. Но для него люди ниже там кандидата наук просто не существовали. Был замечательный случай. Была лаборатория вакуумной техники. Огромная комната, заставленная вакуумными установками, с узенькими проходами. И какая-то студентка, девушка, сидит перед установкой на низкой табуреточке. Входит заведующий. Хочет пройти по проходу. Она поспешно старается освободить ему проход. И падает поперек прохода. Перешаивает через нее и идет дальше. Так вот, то, что директор института позвал и не обругал, а объяснил молодому инженеру, как надо себя вести, вот это было совершенно необычайно. Вот это было доказательство, основа духа института. Когда все, любого уровня люди, это люди, а не просто так, штатные единицы в институте. Дальше общение было более благоприятное. Через некоторое время Евгений Михайлович в лаборатории сломалось сразу два чудища производства узбекского завода медоборудования, аппарат Варварга и что-то еще. И мы вместе с Зеликом Моисеевичем, механиком из лаборатории Михельсона, эти штуки восстановили и попали в поле, вернее, Зелик Моисеевич был давно, а я попал еще раз в поле зрения Евгения Михайловича. И он стал меня приглашать по таким же техническим вопросам, а потом и просто для каких-то разговоров на темы об институтской жизни. Я был инженером первого года в институте. И это было совершенно замечательно, потому что стало понятно, что Евгений Михайлович ценит людей не по положению, а потому просто, что они умеют делать и что они делают для института. Так, жизнь становилась интереснее. Я стал ходить на ученый совет и неоднократно наблюдал сцены украшения стратегов, когда Евгений Михайлович всегда проводил свое решение, несмотря ни на какое сопротивление ученого совета. И не всегда можно было понять, собственно, что им движет, почему он сделает именно так, а не наоборот, когда казалось, что вроде бы как бы правильно, может быть, было бы и в осени так. И как-то в беседе с Яков Юрьевичем Багровым, тогда Яшей, мы пришли к выводу, собственно, была его идея, что надо создать некую науку крепсоведения, у которой задачи были бы такие. Уже постфактум, как бы вот, функциональная эволюция. Значит, попытаться объяснить, почему Евгений Михайлович, понять, почему Евгений Михайлович проводил то или другое решение, почему он вел себя так, а не или иначе, против, скажем, нашего здравого смысла, молодых научных сотрудников. Ну, а второе, это попытаться предсказать, что он сделает в следующий раз, его поведение в другой ситуации. Мы ввели экспериментальные наблюдения, строили гипотезы, ну и большей частью ошибались, конечно. Но Евгений Михайлович обносился ко мне очень, как бы, благосклонно, пользуясь моими техническими способностями. Иногда возил меня в Москву, когда нужна была на месте какая-то консультация, скажем, с приобретением импортного оборудования и так далее. Все было очень мило. И жить было интересно. А потом мы с Евгением Михайловичем чуть не подрались. Это был уже год 70-е, примерно. Наша лаборатория в это время частично находилась в Старом Вивале. Там был электронный микроскоп, кабинет заведующего Яка Абрамовича Винникова, наша рабочая комната и мастерская. Лаборатория в это время занималась теми самыми космическими исследованиями, ставила эксперименты на спутниках, и в мастерской делали оборудование. Оборудование приходилось для постановки на борт, приходилось делать цены. И вот Евгений Михайлович принимает решение отдать комнаты лаборатории лоботоводных погружений. Он весьма покровительствовал этой лаборатории, как ясно, что воспоминания о его молодости, когда он был и водолазом тоже. Был отдан приказ освободить комнату, и мы что-то замешкались. И, придя на работу, я вдруг вижу, что замок с двери кабинета Якова Абрамовича снят, и стенка между двумя комнатами проломана насквозь, а кирпичи вывалены поровну на стол на бумаге Якова Абрамовича, и на мой стол на другой стороне, в другой комнате, там тоже бумагами и микроскопами. Ну, источник хамства был совершенно понятен. Я озверел, повесил новый хороший большой замок, ключ на вахту не сдал, и на следующий день появился Евгений Михайлович, сейчас абсолютно разъявленный. Я приказал освободить комнаты, говорит он. Я говорю, Евгений Михайлович, вот мы сейчас как раз делаем приборы к очередному космическому эксперименту. Горит, времени осталось совсем мало. Вот мы кончим и освободим. Я сказал освободить немедленно. Но, говорю я, освободить. И он начал в ярости дергать огромный слесарный верстак, ну, в котором был несколько сот килограмм. Я ему сказал, не выйдет, поберегите себя. Он повернулся ко мне, и вот тут я увидел такие совершенно белые от злобы глаза. А перед этим я только что видел как раз поножовщину в трамвае, и вот такие глаза были у мужичка в лагерном бушлаке. Понятно было, откуда это произошло. Ну, я говорю, Евгений Михайлович, хорошо, мы все освободим. Напишите только письмо Газенко, что институт не сможет принимать участие в следующих экспериментах на биоспутнике. Он посмотрел на меня опять волком, что-то буркнул и ушел. Ну, я остался на поле боя, вроде как победителем, и мне вдруг стало стыдно. Я подумал, что, вообще-то говоря, конечно, он прав. То есть я прав, а он не прав. Но он действовал из соображений дела, как он его понимал. А я из своего гонора, я просто не хотел уступать хаосу. Стало совестно. Пришел в кабинет, сказал, Евгений Михайлович, я посоображал, но я представляю, как мы можем это сделать. Вот и хорошо сказал он. И на это все закончилось. Вот это был большой вклад в консоведение, потому что стало понятно, что бы он ни делал, какие бы ни были у него за этим собственные эмоции, все что угодно, но он всегда действовал в интересах дела. А его делом был институт. Его институт. Это было главное дело. И вот нельзя было предсказать, что он сделает, но всегда можно было понять, почему потом, постфактум. Ну и не всегда это получалось удачным, на самом деле, как показал большой его собственный жизненный опыт. И вот, в частности, насчет тезиса о том, что работать надо там, где вы нужны. Евгений Михайлович, как-то не очень охотно вспоминал свое лагерное прошлое. Но иногда в некой такой более семейной атмосфере расслаблялся. Вот однажды он рассказал. Я был знаком с замначальника военно-медицинской академии. Это был исключительно достойный, уважаемый мной человек. Красный профессор, старый большевик, герой гражданской войны. Он мне сказал, говорит Евгений Михайлович, что я знаю, что у нас много проблем, но надо с самого начала выбрать свое направление в жизни и дальше этому делу верно числеть. Почему ты не вступаешь в партию? Довод показался таким убедительным, сказал Евгений Михайлович. И я уже начал писать заявление в партию. Помолчал секунду, сказал, тут меня и взяли. И пошла ей работать там, где он нужен, налишу права. И вот второй такой же пример к этому кирису – это 1975 год. Некая хунта в институте, действуя через обгон партии, сместила Евгения Михайловича с поста директора, поделила между собой все руководящие поста. Я думаю, что вряд ли Евгений Михайлович был очень счастлив новым назначением и не очень счастлив, наблюдая то, что потом происходило в институте, в его институте после него. Что, не слышно? Нормально? Возникает, соответственно, вопрос. Боялся ли вообще Евгений Михайлович? Я, ну, все, кто прошел через, допустим, лагеря, хорошо знали, что в любой момент родная советская власть может делать с ними все, что захочет. И я знал твердо только двух людей, которые, зная все это, пройдя больше десяти лет лагерей, этого не боялись. Думаю, что Евгений Михайлович, ну, вряд ли, вот так он был бы совершенно бессобашно, не боялся ничего. Вопрос в том, как это отражалось дальше на его поведении. Но опять на личных премиях. Где-то в конце 60-х, в начале 70-х я был вовлечен в антисоветскую деятельность. Я возил между Москвой и Ленинградом материалы для Солженицына, который тогда работал над архопилагом. А из Москвы привозил самоздаты. Ну, новые романы Солженицына, стихи диссидентов и так далее. И раздавал их всем, кому было интересно почитать здесь, в институте. Разумеется, стучали. И разумеется, это потом через надлежащие станции возвращалось к Евгению Михайловичу. И вот в какой-то момент, видимо, ему сказали, что пора принимать меры. Евгений Михайлович вызвал меня к себе. И так, не поднимая головы от стола. Вы помните, кто был в те времена, помнят. У него на столе был замечательный такой подарок от друзей по водолазному делу. Письменный прибор в виде водолазного шлема. С иллюминаторами, экранниками. Он сейчас стоит у Риммы Германовны в музее. Так вот, он, значит, постучал пальцем по шлему и сказал, послушайте совет старого водолаза. У вас течет. Осмотритесь. В общем, это не совсем, видимо, то, что ожидалось в качестве меры. Поэтому эффекта не имело. Ну и через некоторое время меня вызвали на беседу с представителем КГБ, который курировал институт. Беседа закончилась к полному взаимному удовольствию. И вот что самое поразительное, в общем, для меня это кончилось только одним. 20 лет не выездной. Это совершенно необычно, потому что для многих за гораздо меньшие грехи им доставалось гораздо больше. И я думаю, что Евгений Михайлович тут какую-то роль в этом сыграл. И еще один пример совершенно замечательный. Я наблюдал в действии двух выдающихся людей. В начале 70-х президиум Академии организовал комиссию по, как бы это сформулировать, в общем, принципы восприятия и генерации речи, протезирования слуха и так далее. Комиссия должна была написать такой большой отчет о состоянии их исследований в Советском Союзе и нарисовать перспективы на будущее. Там были, в этой комиссии были Григорий Викторович Зершуни, Яков Брамович Альтман, Людмила Андреевна Чистович, ну и еще, в общем, вся верхушка вот этой всей акустической комиссии, как можно было бы назвать. А председателем ее был Евгений Михайлович. Комиссия работала, подготовила доклад, и доклад должен был быть на президиуме отчетном докладе. Почему-то Евгений Михайлович взял меня туда, значит, выписал пропуск на заседание, и я там присутствовал. Председатель стол Академии Михайловича Скрябиновича, она секретарь президиума, а доклад делала Людмила Андреевна Чистовича. Женщина совершенно замечательная и необыкновенная. Она рассказала о том, какие работы ведутся в Советском Союзе, какой прогресс сейчас на Западе, какой необыкновенный рывок произошел при введении компьютерных методов во все эти работы. И закончила. Ну вообще все пустое. Все, что я вам рассказываю, можете забыть. Мы никогда не сможем быть конкурентоспособными и работать на международном уровне, потому что у нас нет компьютеров, у нас нет микроэлектроники, у нас нет ничего. И какое бы решение вы сейчас здесь не записали, все равно ничего этого не будет и ничего не изменится. Наступило молчание. Я так понимаю, что сначала члены президиума пытались вспомнить, что прошло вот так вот из одного уха в другое, а потом Скрябин закричал. Безобразие. Мы вам дали государственные важности, задания. Вы должны были вырабатывать там перспективы для советской науки в будущие годы, а что вы нам говорите? Кто председатель комиссии? Он не надо, кто председатель комиссии. Ну зачем нам, собственно, знать? Хотя и Академия как севертория отделяет. Евгений Михайлович встал и сказал, у нас очень хорошая комиссия, лучшие специалисты Советского Союза. Мы работали очень долго и серьезно над этим докладом. И даже вчера вечером в гостинице Академии просидели, обсуждая этот доклад. Очень подробно. Замолчал на секунду. Я в ужасе подумал, сейчас он скажет, а тут Людмила Андреевна нанесла черное число. Но он сказал, мы все согласны с тем, что он нас сказал. Президиум подавил за чаем, который там всегда был в крошках. И перешел к новому пункту программы. И как справедливо заметил Ачистович, это не имело никаких последствий, не только для развития науки в Советском Союзе, но даже самое поразительное для членов этой комиссии. Предпочли об этом забыть. Ну вот, так вот, два главных урока, которые я за все это, за 23 года общения с Евгением Михайловичем вынесся твердо, запомнил. Надо работать честно и в любой ситуации вести себя достойно. Это в общем, если отбросить все прочие мелочи, определяет и его личности. Спасибо. 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 Спасибо.